Олеги, с нами главный тренер команды Торпедо Дэвид Немировский. Дэвид Семенович, пожалуйста, ваши комментарии по игре. Хорошее у нас начало, у нас половина игрок, когда начали играть хорошо, быстро и правильно, когда 3-0. Удаление, конечно, там сломало нас чуть-чуть бывает, а потом 3-й плюс, я думаю, соперник начал держать от шайбу. В случае на арсоне, мы мелкие ошибки делали, они вывалили шайбу от зоны. Это там в конце бой был тяжелый, но самое главное, что мы делаем два очка, символим победы и едем дальше на поездку. Спасибо, коллеги. У кого есть вопросы, поднимайте руку. Да, есть вопрос. Алексей Хитрюк, Спортбокс. Да. Дэвид, вы уверенно вели в счете к середине третьего периода, голы легко давались, а потом, так сказать, ситуация несколько перевернулась. Можно ли говорить о том, что была небольшая расслабленность вашей команды или нет? Ну да, там было какие-то моменты, что один сыграл расслабленность и я перешел на всю команду. И, конечно, там эти моменты мы постоянно говорили на скамейке. Я думаю, было 3-1, у нас еще было большинство. Надо было вот эти моменты очень ключевые, что надо забить. Большинство надо было забить. Сегодня, когда было 3-1, когда было 3-2, вот эти важные моменты надо было после всего делать, забить большинство. И из-за этого такой конца. И еще один вопрос. Вы взяли в поездку Артема Михеева. Сегодня он не сыграл. Когда можно ожидать его дебют за Торпедо? Пока не знаю, он с нами еще не присоединился. Понятно. Спасибо. Коллеги, еще вопросы к наставнику гостей? Если вопросов больше нет, спасибо. Мы закончили. Спасибо. Через некоторое время к нам присоединится Юрий Владимирович Михайлис. Коллеги, с нами главный тренер команды ПРУС Юрий Владимирович Михайлис. Юрий Владимирович, пожалуйста, ваши комментарии по прошедшей игре. Ну, скажем, плохой был первый период. Долго вкатывались. Не успевали за соперника. Хотя вроде и сил предостаточно. Но, по крайней мере, соперник был быстрее. В своей зоне мы допускали ошибки. Второй период, где-то середина второго периода мы завладели инициативой. И уже, мне кажется, мое мнение контролировали игру. Но немножко не хватило нам в конце. Были моменты. И 6 на 4, и 6 на 5 забить было. Но не получилось. Соперник здорово, сразу оборудим. Спасибо. Коллеги, пожалуйста, вопросы. Да, здравствуйте. Есть вопросы. Самира Ророл Кокеру. Юрий Владимирович, такой вопрос. Назвали бы этот матч за 4 очка. И можно ли сказать то, что главный тезис от игры? Проиграна битва, но не проиграна война. Спасибо. Да, вы правы, что за 4 очка сегодня была игра. И соглашусь с вами, что проиграна битва, но не проиграна война. Спасибо. Еще вопросы? Да, также вопрос. Юрий Владимирович, сейчас вроде до 17 января, если не ошибаюсь, игры только с командами Востока. Просматривали вы это? Или сейчас настроены? Ну, только от матча к матчу готовите или предусмотрели уже на месяц? Да, нет. Сегодня на собрании предупреждали, что 14 игр у нас с нашими конкурентами, с нашей зоной, с нашей конференцией. И что каждая игра будет за 4 очка битва. Так что, я говорю, плохое начало первого периода, но парни все молодцы, бились до конца. Хотели исправить ситуацию и были шансы исправить. Спасибо. Коллеги, еще вопросы? Если вопроса больше нет, Юрий Владимирович, спасибо, мы закончили. Через несколько секунд подключаем раздевалку гостей. На вопросы ответят Михаил Варнаков и Сергей Гончарук. Ваши комментарии по игре, пожалуйста. Нас слышно? Ну, да. Ну, какие комментарии, в принципе. Важная игра, понятно. Принципиальный соперник, таблица рядом. Надо было выиграть, мы выиграли. В принципе, довольны. Что-то по игре говорить, но если у меня нет вопросов, в принципе, ничего не хочу говорить. Коллеги, пожалуйста, вопросы. Вопросов нет? Спасибо. Так, у нас будет еще второй игрок. Пожалуйста, ваши комментарии по игре. Миша все, в принципе, сказал. Хорошо играли. Где-то, наверное, мое удаление было ненужное. Четырехминутное. Вот. А так играли хорошо, бились до конца. Выиграли. Сейчас отдохнем, будем готовить следующий. Коллеги, есть вопросы? Спасибо. Мы закончили. Все доброе. Коллеги, через некоторое время к нам присоединятся Егор Шалапов и Кирилл Панюков. Коллеги, у нас есть звук от Егора Шалапова. Егор, пожалуйста, ваши комментарии по игре. Спасибо за слово. Надо начинать с первого периода и играть в свою игру, которая приносит результат. Мы после второй шайбы, можно сказать, только проснулись и начали давить соперника, запирать их в зоне, больше бросать и делать трафик перед воротами. Коллеги, задавайте вопросы, пока у нас не вылетела программа. Егор, то есть было очевидно, что торпеды во втором периоде подсели немного. Это давление, то, что вы прибавили, потому что в первом периоде, правда, как сказал тренер, команда долго не могла войти в игру. Ну, где-то мы начали играть более активно, стали подключаться больше, наверное, защитники, запирать зону. Шайба оставалась в зоне соперника, мы пытались провести какие-то атаки, комбинации. Где-то получалось, стало больше бросков. Надо было начинать с первого периода. Я не слышу никого. Егор? Да, вот сейчас слышно, да. Я в звук не включила. Но в концовке все-таки в третьем периоде казалось, что Борис все-таки наиграл на победу. Играли и в 6 на 4, и в 5 на 4, и все равно не удалось забить. Это соперник не позволил? Или чего не хватило команде, по-твоему? Ну, последние минуты все равно, это где-то у нас волнение. Соперник хорошо выстрелся перед воротами в свой конверт, держали оборону. Где-то нам не хватило, может быть, завершающего... 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 По-по-по... Ой, урис какой, ничего не слышно. Вот сейчас вот только звук появился. На чем мы остановились? Так, мы остановились на том, что ты говорил, что команда, вы там нервничаете к концу игры, да, там пытаетесь сравнять, соперник тоже обороняется и... Ну, где-то не хватило завершающего броска. Команда соперника хорошо сыграла перед воротами, встали в плотный конверт. Не давали нам бросать, опять же. Не давали давать хорошие пасы под ворота на завершение. Второй матч уже пропускаете первыми. Как это... Не сказать, что тенденция, но, тем не менее, с чем связано? Ну, мы разбираемся внутри команды с этим. Все равно нужно начинать с первых сменок, именно играть в нашу игру, которая приносит результат от этого. Да, конечно, мы все разговариваем, нам подсказывают тренера, но в чем проблема, даже мы не совсем понимаем. Егор, сегодня в первой паре, да, насколько я понимаю, вышел? Да. Какое это имеет значение вообще для защитников? Вот для тебя там больше игрового времени, больше доверия, больше ответственности? Да, если честно, выходишь ты в первой паре, либо в третьей, тут особой разницы нет. Ты выходишь, выполняешь свое дело, свои задачи, которые тебе ставит тренер, и сколько дает играть, столько и играешь. Как относишься к критике? Иногда необоснованной бывает, да, в твоем адресе? Да, я уже к этому привык и уже абстрагируюсь от этого. Уже не обращаешь внимания? Да, конечно. Конечно. Спасибо. Коллеги, через некоторое время мы постараемся подключить Кирилла Панюкова. Если вдруг связь опять прервется, жду ваши вопросы в личные сообщения. Кирилл на них обязательно ответит. Спасибо. Коллеги, с нами Кирилл Панюков. Пожалуйста, ваши комментарии по игре. Не слышу. Меня вопрос должен задать? Говори, говори. Кирилл, говори. Кирилл? Достаточно такая вязкая игра, и команда соперника хорошо владела, контролировала шайбу, двигалась в зоне нашей. Ну, в третьем периоде у нас был момент, когда мы могли, конечно, в конце сравнивать и вытаскивать игру, но, к сожалению, не получилось. Готовимся к следующей игре, и нам нужно брать очки в каждом матче. Кирилл, ты слышишь меня? Да. Ну, проводил время, ну, играл в «Номаде», и сейчас сразу же в первый состав, ну, как не сразу же, но, тем не менее, поставили. Как тебе комфортно ли играть с этими партнерами, и как оценишь свою игру сегодня? Ну, конечно же, приятно получать игровое время, и приятно, что доверяют, доверили сегодня. Вот. Конечно, получаешь удовольствие играть с такими партнерами, да и в целом вообще играть в «Борисе» — это большое удовольствие. Поэтому, как оценю игру, игру, конечно, не я оцениваю, а тренера, поэтому... Поэтому не могу свою игру оценивать. Ну, старался выходить в каждой смене, работать, трудиться, как бы, помогать команде. Вот так. Ну, зато ваше звено сегодня забило две шайбы, конечно же, не без участия сил обороны, который проявил мастерство. Но, тем не менее, плюс два. Ну, там большинстве он первый гол забил. Да, большинстве, сори, да. Второй, да, хороший, хорошо открылся, там Фред нашел его и удачно бросил. Ну, чего же... То есть было очевидно, что в втором и третьем периоде «Борис» преимуществом завладел. Ну, перехватил, ну, после заброшенной первой шайбы особенно. Как думаешь, чего не хватило? Ну, моменты... Моменты были, как видели, да. Ну, не хватило, я думаю, где-то холоднокровия там в конце завершить, где-то бросить, точно бросить. Закрыть вратаря мимо ног, мимо клюшек, найти бросок. Вот это вот, не хватило этого броска. Последнего для завершения точного паса и броска. Ну, так вот, был момент в конце, когда там удалилась команда «Торпеда» и шестером играли. Ну, бывают такие, конечно, игры, и не всегда. Удача, везение на нашей стороне, но, тем не менее, нужно выходить каждую смену и стараться работать, показывать свой уровень, держать свой уровень. Тем более, сейчас очень важный отрезок, да, для плей-офф, поскольку сейчас будете встречаться с командами Восточной конференции. И, ну, то есть, это матч за 4 очка, можно так сказать. Ну, да, абсолютно согласен, конечно. И да не только сейчас важный отрезок, я думаю. Каждый матч важен, и к каждому матчу свой индивидуальный подход. Но мы продолжаем готовиться, настраиваться на следующий матч. Завтра вот поездка уже скажут состав, кто полетит. Ну, второй матч подряд уже пропускаете первыми, причем не одну шайбу, да? Что же, над чем нужно поработать, чтобы как-то в начало выходить более мотивированными, не знаю, настроенными или… Да, я думаю, нет такого, что кто-то не мотивирован чем-то, на самом деле. Просто стечение обстоятельств. Я думаю, так бывает, что потеряли там вот игрока, и за спину открылся отскок. Там удача, опять же, я говорю, без удачи не бывает голов, правильно? Мастерство – это все понятно, но… Ну, всегда концентрация полная у всех, ну, бывает всякое. Конечно, нужно начинать лучше начало игры и стараться забить первыми. Хорошо, спасибо, Кирилл, надеемся увидеть тебя в следующем матче. Спасибо большое. Спасибо. Коллеги, спасибо за участие. На этом наша пресс-конференция завершена. Борис завтра отправляется в Челябинск. 13 декабря сыграем с трактором. Еще раз приносим извинения за технические неполадки во время нашей пресс-конференции. Пресс-конференция